Составлен черный список медучреждений региона. Лидерство в этом антирейтинге у поликлиник и больниц Самары. В их адрес больше половины жалоб от пациентов со всей области. Тем временем в Минздраве намерено ужесточить наказание за отказ медпомощи для лечебных учреждений, к которым накопилось больше всего претензий. С такой инициативой выступил глава регионального ведомства Геннадий Гридасов. Сколько по закону положено ждать, чтобы попасть напрямую к врачу и куда обращаться недовольным? Полдня в очереди провела Татьяна Потоцкая. Вот отработанные жалобы 11-го года. 12-й год. Еще до конца не отработаны жалобы. Жалобные книги здесь толще, чем истории болезни. Претензии от пациентов со всей области стекаются в фонд ОМС. Здесь шутят, счет пошел уже на килограммы. Это без учета звонков и обращений через интернет. Это могут быть жалобы на отказ, на взимание денежных средств, на организацию работы лечебного учреждения, на выбор врача, на выбор медицинской организации, на качество медицинской помощи, на этику и донтологию. То есть причины разные. При этом все эти причины могут иметь место как обоснованных жалоб, так и необоснованных. Пожаловаться можно также в свою страховую или напрямую в Минздрав. В сути претензии разберутся независимые эксперты. Если сочтут их обоснованными, поликлинику накажут. В реестре, который ведет территориальный фонд, 354 эксперта по всем специальностям, которые существуют в медицине. Так вот специалисты, эти эксперты, они лицензированы, аккредитованы в территориальном фонде. Это они дают оценку. Размер штрафа определен на федеральном уровне. Сейчас это 4044 рубля 50 копеек. С февраля санкции ужесточат по поручению министра здравоохранения области. И еще раз про этику. Привычная картина. В коридоре толпа и очередная перепалка. Целыми днями сидим. С утра придем и до вечера. Здоровья нет. Вот спросите, у кого здоровье есть. Ни у кого нет здоровья. У пенсионеров. Все ходим, сидим, а что ждем, не знаем. А сколько времени в очереди проводите? Ну так засекали? Ну два часа точно. По нормативу ждать в очереди пациент должен не более 30 минут. На дом участковый обязан приехать в течение 6 часов с момента вызова. Скорая за 20 минут. В прошлом году в страховые компании и территориальный фонд обязательного медицинского страхования поступило более 700 жалоб. Чуть больше половины из них приходится как раз на областной центр. Составлен даже своеобразный черный список медицинских учреждений. 13-я городская поликлиника в этом рейтинге в лидерах. По количеству претензий от пациентов. Руководство с претензиями согласно. Хотя нашей съемочной группе здесь казались, мягко говоря, не рады. Но и у них своя правда. На камеру говорить отказались, но ситуацию прокомментировали. В медпомощи никому не отказывают. Терапевты принимают по 40 человек в день, тогда как положено вдвое меньше. Штат едва укомплектован наполовину. Молодых кадров нет совсем. Большинство пенсионного возраста. Прикреплено 30 тысяч человек. На 10 участков 4 врача. А сама поликлиника состоит из 15 корпусов, разбросанных по всему городу. Вот дома рядом строят. Почему не построить поликлинику нормальную, чтобы пожилые люди, пенсионеры не бегали туда-сюда. Очень далеко с Магнитогорска. Это нужно на транспорт сесть. Приехать сюда еще не всегда попадешь. Не реже жалуются и пациенты 7-й городской больницы, 10-й поликлиники и 5-й медсанчасти. Рейтинг проблемных медучреждений региона фонд ОМС отправит в министерство. Начиная с этого года, там вправе принять решения по каждому, в том числе и кадровые. Татьяна Потоцкая, Дмитрий Алатрцев, Новости губернии.